Проходящий в Казани саммит БРИК стал не просто очередной встречей мировых лидеров, но и значимым событием с точки зрения принимаемых решений и глобального отклика. Этот форум привлёк внимание политиков, аналитиков и широкой общественности по всему миру, так как обсуждаемые на нём вопросы оказывают прямое влияние на будущее глобальной политики, экономики и безопасности. В условиях изменчивого мира особое внимание уделяется продвижению устойчивого развития и привлечению инвестиций, направленных на формирование стабильной экономики будущего. Китай и Евразийский банк развития имеют много общего. Прежде всего, Россия, являясь основным акционером банка, входит в состав БРИКС. Евразийский банк развития сосредоточен на работе в Евразийском регионе, особенно в Центральной Азии, где Китай выступает ключевым партнёром для большинства стран. Этот регион представляет собой привлекательное направление для инвестиций. Великий шёлковый путь пролегает через Центральную Азию и весь Евразийский регион, что делает транспортные проекты особенно интересными для китайских инвесторов. В сфере транспорта, инфраструктуры и энергетики уже реализуются множество проектов, где китайские компании активно участвуют, привлекая свои инвестиции, знания и опыт в развитии Центральной Азии. Устачивое развитие является одним из ключевых вызовов нашего времени. Эксперты подчёркивают важность балансированного экономического роста, который учитывает как социальные, так и экологические факторы. По их мнению, необходимо продвигать инициативы, направленные на снижение бедности, обеспечение продовольственной безопасности, развитие торговли и поддержку туристической отрасли. Эти усилия помогут создать более устойчивую и процветающую экономику, способствуя гармоничному развитию регионов. Экономическое и политическое партнёрство приносят взаимную выгоду при наличии взаимопонимания. С БРИКС у нас есть общие интересы в торгово-экономической сфере, цифровой экономике, альтернативной энергетике и устойчивом развитии. Таиланд может предложить странам БРИКС важные возможности. Мы находимся в центре Юго-Восточной Азии, открывая доступ на рынок ОСЕАН с населением более 600 миллионов человек. Как крупный производитель продуктов питания, Таиланд может стать партнёром в обеспечении продовольственной безопасности, а также предложить многое в сфере туризма. Взаимно используя наши преимущества, мы можем усилить сотрудничество. Таиланд способен стать мостом между БРИКС и ОСЕАН, создавая новые экономические возможности. Для укрепления своего влияния странам БРИКС необходимо сосредоточиться на привлечении инвестиций, развитии торговли и расширении обмена знаниями и технологиями, считают эксперты. Создание благоприятных условий для иностранных инвесторов, упрощение торговых барьеров и научное сотрудничество помогут увеличить экономические возможности и конкурентоспособность стран. В странах БРИКС проживает более 40% населения планеты. В них производится более 24% глобального ВВП и осуществляется свыше 20% мирового экспорта. Эти страны также обеспечивают производство более 50% продовольствия, что делает продовольственную безопасность в значительной степени зависимой от их деятельности. Так, БРИКС представляет собой мощную политическую силу. Нам необходимо активнее работать над привлечением инвестиций, развивать торговлю, а также укреплять обмен знаниями и передачу технологий. Кроме того, следует сосредоточиться на создании совместных предприятий и промышленной кооперации. Таким образом, БРИКС, обладая мощными экономическими и политическими ресурсами, имеет все предпосылки для формирования весомой единицы в мировой политике. Фокусируясь на укреплении сотрудничества, страны БРИКС могут не только улучшить свои позиции, но и существенно повлиять на решение глобальных проблем, таких как продовольственная безопасность и устойчивое развитие.